Доброго времени суток! Давайте посмотрим расклад, почему с ним так тяжело. Хочу сделать маленькое предложение, такую маленькую акцию, потому как я учусь, учусь на Раку или Норман, но со стороны ясновидения, да, очень сильного человека, да. Вот. 22, 23, 24 я возьму всего несколько человек на такой не очень большой расклад, называется 5 домов. Там можно посмотреть предназначение, карму, да, по деньгам, что нужно вам делать. Всего 6 карт вытягивается. Стоимость такого небольшого расклада 500 рублей, так как я учусь, поэтому я возьму несколько человек. Ватсап, пожалуйста, все вопросы. Итак, почему с ним так тяжело? Давайте посмотрим. Представьте своего человека и посмотрим, почему с ним так тяжело. О, Господи, куда ты? Целыми пальчиками падают. Почему с ним так тяжело? Потому что человек ведомый, всегда неопределённый, очень много слушает других людей, очень много, очень зависит от чужого мнения, ему всё важно, да, как вас видят другие люди, с кем вы хотели видеть его, да, что у вас говорят, там, я не знаю, как вы идёте. То есть полностью зависит от того, что говорят, что диктует мода, там, суеверие, что-то ещё. Ведомый, сейчас ведомый, поэтому с ним может быть тяжело. Каждый раз не знает, куда ему пойти. По развилке, девочки, по карте, говорится, что человек, да, всё время на принятии какого-то выбора, на принятии каких-то решений, да, с ним поэтому тяжело, потому что он всегда, да, стоит с вопросом в лице. Не знает, куда двигаться толком, не знает, куда, как пойти, да, каким путём. Не знает человек такого своеобразного умиротворения, он не умеет получать от жизни вот этих кайфушек, да, он вечно в каком-то напряжении. Давайте ещё посмотрим, почему с ним так тяжело. Постоянно человек ищет подвоха, девочки, постоянно у него своеобразное прозрение, да, да, то есть вы жили-жили хорошо, общались, он хоп, потом прозрел, что-то почудило, что вы не так посмотрели, не так сделали, значит, вы виноваты, он видел, увидел у вас что-то другое, совсем не ожидал, то есть человек всё время, да, в каком-то бреду. Вот по развилке и по пути, да, человек даже не знает, куда ему двигаться. Человек знает, что надо идти, куда идти, не знает. Ещё раз говорю, человек заблудился, поэтому с ним тяжело, нету чётких планов, да, каша. Также здесь может говорить о том, что, да, человек всё время думает, что привязан кому-то, связан с кем-то, да, и, кстати, может говорить вам об этом, рассказывать о каких-то других похождениях, да, где считают, что женщина могла что-то навести, либо что-то сделать. Почему с ним тяжело? Манипулятор выпал, пошло, поехала, да, манипулятор, девочки, вот он, собственно, персоны, это знаток своего дела, да, он вообще знает, на какие верёвки надо дёргать, не на тём докатаньем он всё равно добивается своего, потому что он лучший в своём деле, да, манипулирование человека. Также здесь ещё, почему с ним сложно, девочки, человек ждёт фортуну, он всегда ждёт счастливого случая, от чего угодно, от судьбы, от человека, от каких-то решений. Очень часто, да, пытается взглядывать в глаза, увидеть, да, что там задаёт вопрос, пытается просить, не просить помощи, да, как-то там манипулированием, да, иметь какое-то воздействие, знать, куда идти, если, да, поход был неверный, обвинить всех. То есть человек надеется на что-то, сам он очень редко, когда прилагает, да, какие-то там усилия в чём-то. Также здесь говорится о том, что человек живёт во сне, во сне. Я же говорю, что сознание какое-то такое мутноватное, муть, муть в сознании прямо пошла вот с этим раскладом. Человек живёт во сне. То есть человек, если бы вот выпала луна, можно было вообще сказать, что в иллюзиях, да, человек. Но сон то же самое. Что-то нереальное, понимаете, нереальное. Не живёт он в реальности. Почему ещё с ним тяжело? Он требует заботы, как ребёнок, девочки. Как ребёнок. Вы не ощущаете, скорее всего, себя с ним женщиной, да, потому как мама, вот мама. То есть о нём нужна забота. Принеси-подай, да, уйди, нафиг не мешай. Вот здесь такая же штука. Пожалеть, погладить, прибраться, да, что-то сделать. Он будет говорить, ой, ой, моя такая сладкая, обо мне позаботилась. То есть вот, знаете, отношения не как мужчины с женщиной. Это может ещё напрягать вас. То есть внутреннее уже какое-то напряжение того, что, да, вы не женщина, блин, за вами надо ухаживать, да, получается наоборот. Что ещё может напрягать? Что человек, скорее всего, больше ночной, да. Ночной. Может быть, даже это говорит о том, что человек днём может отсыпаться. Знаете, как ребёнок перепутал день с ночью. Больше ночной. Днём обычно человек, да, где-то там. Человек любит деньги, да. Из всего в этом мире человек более направлен на материальное. Любит деньги. Ну, кто их не любит, в принципе, да. Но здесь человек спит и видит их. Вот в прямом смысле этого слова, девочки. Спит и видит, да. Сон. Спит и видит деньги. То есть в этой жизни его духовная часть интересует меньше всего. Духовность. Ну, и по последним картам, да. Почему же ещё тяжело? Человек вообще не видит выхода из каких-то, да, вот своих сложившихся ситуаций. Он считает, что есть всё безвыходно. Вот вы можете ему кидать кучу вариантов выхода из ситуации, но человек скажет, что нет. Эта ситуация безвыходная. То есть не видит, не слышит. Направлен только на свои страдания, только на своё ощущение. По дереву здесь можно сказать, девочки, что могут быть болячки у человека. С этим, из-за этого может быть чуть-чуть тяжело с человеком. Могут быть болячки в сознании у человека, да, больное сознание. Здесь может проигрываться семья. То есть это может быть ваш муж, к примеру. То есть вам приходится заботиться о детях, ещё и о нём, да. Либо если вы не в браке, да, то здесь могут быть и родственные души. Девочки, здесь человек спокойно променяет семью на финансовую стабильность, независимость. Если надо, он перешагнёт и пойдёт дальше. Поэтому ещё тяжело. Он независимый ни от чего и ни от кого. Никому.